Альфа Тапок 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 является разброс на 100 метров и время сведения вот эти вот вещи сейчас засудим непосредственно в бою и посмотрим как это играется потому что цифра цифрой а игра игрой вот насколько долго будет сводиться орудия насколько большой будет разброс и насколько точное является орудие на этом танке на дальних расстояниях мне орудия точностью но в большинстве своем не нравилось бывало конечно что я попадал прям туда куда хотел но в целом ребят я бы не сказал что это то орудие на котором вы как говорится будете белки в глаз бить абсолютно нет и так ребят первое что будем обсуждать обычно когда заходим в бой это подвижность я бы сказал что подвижность она терпимая она не совсем прям унылая но приближается к ней и и просто можно терпеть безусловно кайфовать от передвижения до данной машине вы не будете что касается поворотов вправо влево уныленько абсолютно поэтому если вам по ощущениям скоро придется становиться ромбом готовьтесь к этому заблаговременно быстро повернуться у вас не получится выцелить вас успеют так но сейчас посмотрим сюда вообще на этой машине отыгрывать ромбом она самое приятное даже выезжать прямо на врага я бы сказал не сильно удобно единственное что действительно неудобным является на данной машине ну вот время сведения видите насколько она долговатая но вот сейчас повезло попал туда куда хотел насчет того насчет чего не договорил на данной машинке действительно то что является не очень удобным и комфортным к чему стоит привыкать это к тому что орудие находится у вас в задней части вашего корпуса соответственно вам приходится сначала показывать морду ну а потом уже пытаться вылазить ну вот то что я говорил что блин сведение конечно ну прям совсем не алё супер конь товарищ у нас крайне быстро перезаряжающийся по сравнению с нами поэтому честно говоря вылазить на него прям вот так вот нагло с моим временем перезарядки желания нет абсолютно никакого да и плюс супер коня еще надо найти куда пробить вот опять сведение в вечность попытка выстрелить выстрел до 1200 урона мы уже нанесли но и свою тысячу считайте 500 до или сколько там получается мы уже отхватили короче говоря приятного мало всему виной время перезарядки и я бы сказал точность орудия даже не скорость движения самого танка так ну вот зашли в корму когда зашли в корму радоваться особо нечему погорячился я немножко психанул думал что хину еще одну хотя бы тычку врагу теперь давайте заценивать нашу дохлую тушу ну вот то что я говорил видите ребят куда пробивают пробивают как раз в то место которое озвучил в котором меньше всего брони когда вы стоите боком или полубоком пробили вот сюда в башню не пробили приведенка все-таки делает свое дело но короче говоря ребят броня есть вы видели сколько не пробитий было но в то же время есть и пробитие поэтому рассчитывать на то что вы будете заезжать просто несокрушимым товарищем в бой который может делать все что он хочет ехать как попало нет на это рассчитывать не стоит 1340 единиц урона в нашей команде мы заняли свое заслуженное второе место давайте еще одну каточку с вами отыграем и попытаемся в данном случае ну может посейвится что ли немножко друзья мои пока запрыгиваем в бой и у нас есть свободных пару секунд времени потратьте одну из этих секунд на то чтобы подписаться на канал в правом нижнем углу наведите мышь на желтые шильдик и в один клик вы станете постоянным зрителем моего канала я вам буду безумно благодарен это огромный ваш вклад который для вас не стоит ровным счетом ничего а для моего канала это реальный вклад в его жизни в его развитие спасибо вам огромное за благовременно итак ребятки как видите мы многим танкам да там будем уступать по подвижности по крайней мере пока вы не откроете себе стопроцентный экипаж я не играю на данном танке часто и вкладывать в него тысячу голды в открытие экипажа меня честно говоря не было абсолютно никакого желания я не вижу в этом абсолютно никакого смысла что же касается того что вы получите когда откроете стопроцентный экипаж да чутка увеличится подвижность да вот существенно уменьшится скорость перезарядки почему существенно потому что там будет по моему в районе полторы секунды а то и под две секунды меньше будет время перезарядки для этого танка это существенно но вот по точности орудия смотрите пока мы начали сводиться если бы м60 сейчас не стоял на месте я думаю что шансов выцелить у нас не было бы практически никаких ну вот по подвижности танчик действительно уступает мне честно говоря вот в выборе между е100 который сейчас стоит перед нами и этой машиной мне е100 как-то всегда больше нравился но какой-то он более приятный более интересный не знаю почему хотя вы кашка это однозначно годный хороший танчик если у вас нет этого танка в ангаре вам обязательно стоит им обзавестись но хотя бы в виде разнообразия если другие танчики вы уже себе пооткрывали ну вот опять повернулся боком соответственно отхватил сейчас повезло кинуть плюс-минус точную тычку но я думаю что это больше фарт чем закономерность что касается вот пробить нас на дальнем расстоянии когда вы стоите прямо к противнику поверьте шансы у него но в крайне велики это сделать фарт есть фарт попали в боевую кладку если в боевую кладку не попали нанесли бы своих стандартных 600 с копейками единиц урона я думаю что это был бы максимум но вот как бы так показать есть пробитие в борту по углам ребят углы крайне комфортные для игры вверх пушечка поднимается вполне таки даже приятно ну мне всегда хватало по углам склонения вниз как я уже говорил тоже меня никогда не было каких-то там серьезных приключений в которых мне бы прям вот совсем до слез не хватало углов склонения ну вот и все ребят закончился второй бой смотрим на результаты как видите нас в этом бою не вынесли только и лишь исходя из того что мы не поехали на передовую нас не смогли окружить но и соответственно не смогли начать бить по бортам ну а спереди вы видели как хорошо танчик танковал 3370 единиц урона один сделанный фраг знак классности 3 степени и ребятки в нашей команде по урону мы находимся на втором месте но согласитесь с не существенным отрывом от нас гриля но с существенным отрывом от всех наших остальных союзников и так ребятки давайте быстренько просто подсуммируя танчик годный танчик прикольный танчик интересный однозначно нужен всем тем кто уже открыл себе несколько тяжиков 10 уровня и теперь думает над тем чтобы ему еще выкатать если говорить конкретно о танках германии то я бы сказал так для меня е100 на первом месте для выкачивания виде десятки тяжа на втором месте в к 72 0 1 к и к сожалению на третьем месте на сегодняшний день маус если вы не знаете почему так или не понимаете но хотите знать на моем канале есть обзоры на данные там сейчас появится вот здесь вот ссылочка на е100 и вы сможете зайти и посмотреть соответственно как е100 катается что танчик может но и соответственно почему по моему мнению возможно вы поймете все-таки е100 чутка поинтереснее машина чем в к 72 0 1 к также сейчас здесь сверху появится ссылочка на мауса и вы сможете заценить мауса как он играется на сегодняшний день нужен ли вам этот танк так вот если у вас нет ни одного из этих танков однозначно вам необходимо выкатывать себе либо е100 либо вк 72 0 1 к альфа тапка ну а мауса оставить уже на закуску если же у вас есть ряд из этих танков но нет конкретно вы кашки ну допустим е100 или есть маус то однозначно тогда выкатывайте себе десятку 72 0 1 к если вам не понравится обзор на сотку точнее результативность машины короче говоря машинка годная машинка прикольная я редко на ней играю как я уже говорил но удовольствие от игры я на ней однозначно получаю чего советую и вам и очень желаю чтобы у вас получалось кайфовать от любого танка какой бы вы не выгоняли из ангара на данный момент у меня все это обзор это был обзор простите пожалуйста на альфа тапка качайте катайте улыбайтесь получаете удовольствие подписывайтесь на канал по желтому шильдику буду безумно благодарен возвращайтесь на канал смотрите видео принимайте участие в стримах всех благ всего хорошего вам мира и спокойствия